Ставим наш код для русского языка на Windows. Чтобы прочитать XML в Ruby, нужно использовать парсер. В Ruby есть много разных парсеров, но мы воспользуемся встроенным в Ruby, самым простым, наверное, который называется rexml. И давайте его подключим. Require XML Document и заодно подключим модуль Date, потому что нам придется работать и с датами. Исходный файл для анализа мы будем искать в той же папке, где лежит наша программа. Будет называться myExpenses.xml. А если файл не найден, нам придется программу закрыть. Вы это уже умеете делать. Чтобы скормить этот файл в парсер, нужно сначала его открыть, так как мы умеем. файл new. И дальше мы создаем объект, переменную doc, объект нашего парсера. Делается это вызовом специального класса rexml. Двоеточие, двоеточие, документ. И у него конструктор new. В качестве параметра нужно передать указатель на файл, где лежит XML. С этого момента в переменной doc лежит наш объект, наше XML-дерево. Давайте определимся, как мы будем извлекать информацию из XML-файла. Я предлагаю простой способ. Запишем все экспенсы в виде ассоциативного массива, где ключом будет дата. Конкретный день. А значением сумма трат, полученных в XML за этот день. И отсортируем этот ассоциативный массив по возрастанию даты. Вот таким образом. Заведем наш хэш, назовем его amountByDay, и дальше мы в цикле должны его наполнить. И давайте пробежимся по нашему XML-дереву, по массиву expenses, и наполним наш amountByDay, наш ассоциативный массив, значениями трат за каждый день. Для того, чтобы пробежаться по всем элементам XML-дерева, в парсере rexml есть метод elements, который возвращает массив всех элементов. И если у него дернуть, each, то он организует цикл по каждому элементу. И параметром each является адрес этого элемента внутри XML-дерева. В самом простом виде он выглядит вот так вот. Тег, название тега expenses, через слэш его дочерний тег. И вот по этим дочерним тегам и идет итерация цикла. Это называется xpath. И ссылки на подробное изучение xpath есть в дополнительных материалах. Пока важно знать, что это просто способ найти какой-то элемент внутри сложной XML-структуры. Способ адресовать заданный элемент, или тег, или атрибут, что угодно. Нам для простоты хватит вот такой адресации. И давайте заведем переменную loss.sum. Сколько было потрачено в этом теге expenses. Атрибут amount. Атрибуты лежат в ассоциативном массиве, и мы прямо так можем его и записывать. И преобразуем к интеджеру, поскольку по умолчанию все это возвращает строки. Также нам нужен день, дата нашей потери. Но не в виде строки, а в виде даты, потому что дальше мы с этим будем работать. И мы уже умеем парсить даты с помощью метода dateParse. Блестяще. Последний шаг, последняя ступенька. Нам нужно в наш hash amountByDay по ключу lossDate записать сумму траты. А что если у нас за один день было несколько трат? Один и тот же lossDate, но несколько записей expense. Тогда мы должны просуммировать. И чтобы просуммировать, мы сначала должны инициализировать наш элемент ассоциативного массива вот таким образом. Что это значит? Мы берем amountByDay, достаем по ключу lossDate находящееся там значение. И вот эта конструкция в рубе говорит нам. Если это значение пустое, то есть если еще в этот день ничего не было записано, то присвой ему значение 0. Если же оно не пустое, то ничего не делай. Оставь его как есть. И следующим шагом мы должны добавить в это значение текущую сумму траты. Посмотрите внимательно. Если непонятно, то читайте дополнительные материалы, исходники наши с более подробными комментариями. По выходу из этого цикла мы пробежимся по всем expenses из нашего XML и наполним массив amountByDay парами ключ-значение, где ключ это дата конкретная, а значение это сумма расходов за эту дату. И файл можно закрыть. Для того, чтобы узнать, сколько же за конкретный месяц было расходов, я предлагаю сделать цикл по нашему ассоциативному массиву amountByDay. Сделать его вот в таком виде. Мы идем по порядку, по ключам, отсортированным по возрастанию, и накапливаем expense в отдельную ячейку. Идем, например, 1 января, 5 января и так далее. Идем, идем, идем. И все наполняем в одну ячейку, связанную с январем. С январем этого года. И как только мы в следующем элементе встречаем другой день, например, 2 февраля, мы формируем вторую ячейку для февраля этого года. И уже в нее все следующие итерации наполняем значение expense. Наполняем, наполняем, таким образом, пока не встретим вдруг на очередной итерации цикла следующую дату. Уже будем заполнять март или апрель, смотря какая дата попадется. Давайте создадим отдельный ассоциативный массив, который будет хранить сумму затрат за каждый месяц. И ключом в нем будет, собственно, строка, обозначающая конкретный месяц конкретного года. Заведем пока пустой ассоциативный массив с sumbymonth. И в цикле будем его наполнять. И в цикле мы должны иметь указатель на текущий месяц. Перед началом цикла установим этот указатель в самый первый месяц нашей самой первой даты. Делается это так. CurrentMath – это будет наш указатель. Берем все ключи, сортируем их, и берем самый первый элемент, нулевой, то есть в массиве, самую первую дату, и с помощью форматирования времени преобразуем ее вот в такую строчку. Это будет выглядеть что-то вроде июнь 2015-го, или июль 2016-го. Главное, что для каждого месяца эта строчка будет уникальной. По этому же массиву берем все ключи, сортируем, и по каждому ключу делаем итерацию. Здесь аналогичным образом мы инициализируем в хэше SunByMonth ячейку, связанную с текущим месяцем, если она еще не была инициализирована. Присываем значение 0. И следующий шаг это добавить в эту ячейку сумму затрат для текущего дня. А сумму затрат мы берем из нашего массива AmountByDay. Key Это, собственно, ключ из этого же массива, то есть текущая дата, по которой идет итерация. По завершению этого цикла в ассоциативном массиве SunByMonth у нас лежит набор значений. Ключ это месяц и год, а значение это сумма трат за этот месяц и год. И все, что нам осталось, это вывести на экран статистику. По каждому месяцу и внутри месяца я хочу выводить еще трату каждого дня внутри этого месяца. Это делается еще одним циклом по датам. И давайте перед тем, как начнется итерация по циклу, выведем для самого первого месяца заголовок. Вот так он будет выглядеть. CurrentMonth вот он нам и пригодился. Название месяца, сколько всего потрачено. Этот массив мы только что наполнили в SunByMonth. И дальше делаем цикл. Если месяц этого дня вдруг не совпадает с текущим месяцем, то есть с указателем, это значит, что мы, например, шли по январю и на очередной итерации наш ключ, то есть наша дата стала, например, февралем. И поэтому вот так отформатированная строчка этой даты месяц, год не совпадет с текущим. Нам нужно что сделать? Переключить указатель в текущий месяц, сделать его тем самым февралем, с которым он только что не совпал. И вывести заголовок для этого нового месяца. Он будет точно таким же, как мы вывели в начале цикла. И затем выводим уже информацию о трате за эту дату. Все, цикл наш готов. Еще раз, что происходит? По порядку. Подключаем парсер.rexml и модуль для работы с датами. Находим файл MyExpenses.xml в той же папке, где лежит текущий файл. Досрочно завершаемся, если вдруг файл не найден. Если он найден, программа пойдет дальше. Создаем файл, скармливаем его в парсер.rexml и создаем новый объект doc. Инициализируем пустой хэш, где будем складывать трату за каждый день. В цикле проходимся по элементам нашего xml-дерева, а именно конкретно по элементам expense, по этим тегам. Подсасываем оттуда нужные нам атрибуты amount и date. И сохраняем их, записываем в массив amount by day. Здесь файл закрываем, на выходе у нас amount by day содержит хэш, где каждой дате сопоставлена сумма трат за эту дату. Следующий шаг, найти сумму трат за каждый месяц. Этим у нас будет заниматься другой хэш, вот он пустой, мы инициализировали. Идем в цикле по массиву dat и накидываем просто даты, соответствующие определенному месяцу, в наш массив в sumby month. Накидываем значение трат за каждый день этого месяца. Все, закончили. И теперь выводим на экран статистику. Перед началом цикла выводим на экран статистику самого первого месяца, вот он, current month. Опять цикл по дате, где мы выводим за каждый день потраченную сумму. И если вдруг мы перескочили на новый месяц, то мы выводим новый заголовок для следующего месяца. И уже про него в цикле дальше идет информация. Запускаем. Посмотрим, что мы тут наваяли. Вот так вот отработала наша программа. В июне 2015 всего 3 500. 23 июня 3 500. В июле 2015 всего 1 300. 400 плюс 900 1 300. Все сходится. Получилось. Отлично. Если что-то вам осталось непонятно, то смотрите наши исходники, наши комментарии. А главное, сами экспериментируйте, пробуйте, меняйте, пробуйте по-другому написать эту программу. И тогда вы многое поймете. Познакомимся с HTML. Самая популярная разновидность XML, о которой вы, наверное, неоднократно слышали, это HTML. Вот, допустим, это ваш браузер. Он отправляет сайту запрос. А сайт в ответ ему на самом деле возвращает XML-файл. Сейчас покажу. Документик, в котором просто аккуратненько прописано, что именно нужно отобразить на странице. Ваш браузер этот XML-документ берет, расшифровывает, обрабатывает, тщательно пережевывает и показывает вам на странице. Ну и вы видите всякие красивые картинки, там, менюшки, кнопочки и так далее. А на самом деле то, что отдал сервер, это некий текстовый документ в формате XML. Но это не обычный XML, а специальная разновидность XML, которая сделана для того, чтобы делать сайты. Давайте глянем на HTML. Открываем сайт, например, в Firefox. Кстати, советую вам поставить этот браузер, нам он еще пригодится. У него есть множество фишечек, полезных именно для программистов. Правой кнопкой мыши исходный код страницы. И вы видите, что это не что иное, как знакомый уже нам сейчас XML. Здесь свои есть навороты, немножко другой заголовок, определенная структура здесь нужна, тоже есть комментарии, теги, атрибуты, содержимое тегов, закрывающие теги, тот же самый XML. Правильно оформленный HTML документ это и есть XML. И в конце вот закрывающие теги. Напоминаю еще раз, что в XML может быть только один корневой элемент. В данном случае он называется HTML. Собственно, так, по этому признаку браузер догадывается, что это не просто XML, а HTML. И уже все, что внутри, он отображает, как вот эта картинка, текст, который вы видите. Это знание, понимание, что HTML, это разновидность XML, нам еще очень пригодится в следующих уроках. В этом уроке мы написали программку, которая учитывает ваши расходы, но файлики, к сожалению, пока приходится создавать ручками. Это не очень удобно. В следующем уроке мы научимся писать файлы с помощью программ на Ruby. А в ДЗ к этому уроку мы разовьем программку, которая сделала сегодня до более полезного состояния. субтитры 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 субтитры